Приветствую вас, мои дорогие зрители, мои гости и мои подписчики. На связи Яна Федорова. Сегодня мое видео о том, как разводить плющелистную пеларгонию черенками. Итак, сейчас буду черенковать свою плющелистную пеларгонию. Здесь как раз есть, что черенковать. Можно взять несколько черенков. Первый отрезаю вот здесь. Вот так. Вот первый черенок готов. С двумя междоузлями я всегда беру второй вот здесь. От нижнего узла листьев примерно 3 см. Вот так я всегда отрезаю. И третий черенок здесь тоже выйдет. Здесь есть два узла листьев. Отрезаю вот здесь. Отсюда из боковой почки пойдет боковой побег. Так, вот здесь нужно вот этот верхний, верхнюю палочку срезать. Все, вот еще один черенок. Три черенка у меня получилось. Вот они. Так, у некоторых очень крупные листья. Можно вот эти листовые пластины слегка уменьшить. Вот этот так пойдет. А вот здесь листовые пластины я уменьшу. Это поможет успешнее укорениться черенкам плющей листной пеларгонии. Ну, примерно вот так. И удобнее будет их поместить в тепличку. Так, вот этот листочек тоже слегка уменьшу. Вот таким образом. Так, ну, а здесь можно один листочек уменьшить, а второй оставить. Площадь испарения будет меньше и укоренение пройдет лучше. Так, сейчас буду сажать. Приготовила стаканчики. Нужно их пролить. Земля у меня пушистая, мягкая, воздушная. Это земля покупная на основе торфа. Недавно купила такой почвогрунт. Называется торф нейтрализованный. И вот сейчас в нем буду укоренять черенки. Он такой воздушный, легкий. Воздухо- и влагопроницаемый. Я думаю, что хорошо получится. Раньше я использовала торф. И все прекрасно получалось. Черенок обмакиваю в воду и в корневин. Чтобы корневин получше налип. И сажаю сюда. Приминаю земельку вокруг черенка, чтобы не было пустот. Вот таким образом. Второй. Сажаю по почку. До почки. Почка должна быть на поверхности земли. Вот так. И третий. Сейчас тоже так сделаю. Скоро начнут образовываться корешки. И все будет благополучно. Немножко подливаю воды. Чтобы земля хорошенько охватывала черенок. Чтобы не было пустот. И вот это тоже часть успеха. Чтобы не было пустот вокруг черенка. А теперь я их помещу в пакетики. Чтобы была тепличка. И в тепличных условиях все черенки прекрасно, замечательно укореняются. В принципе, не важно, какая тепличка. Можно сделать ее из какого-нибудь контейнера. Или просто в прозрачный пакетик поставить, завязать. Но я всегда люблю вот так, в зип-пакетах. У меня они маленькие, большие, средние, всяких размеров. Я ими часто пользуюсь. Черенков укореняю много-премного. Так что вот я наловчилась вот так, с пакетиками. И постоянно так делаю. Все. Так, и третий сейчас тоже. Теперь я их поставлю укореняться. Нужен для успешного укоренения яркий свет. Ну, конечно, не прямые солнечные лучи. Но такой, достаточно яркий, рассеянный свет. У меня галаксини я в основном выращиваю. Они у меня освещаются люминесцентными лампами. И достаточно яркое, рассеянное освещение. И вот так у меня все черенки под ними укореняются прекрасно. Температура примерно 20-25 градусов подойдет для укоренения. Вот и все. Прошло 20 дней. Сейчас покажу вам результаты укоренения. Вот первый череночек. Вон какие огромные, хорошие корни. Пущелесная пеларгония прекрасно прижилась. Так, второй. Тоже хорошие корешки. Вот, начали уже из боковых почек от росточки идти. Так, и третий. Тоже укоренился. Так, здесь листочки немножко начали пропадать. Их можно отрезать. Они все равно потом отсохнут, отпадут. Очень хорошо получается вот в этих зип-пакетах с замочком. Просто незаменимая вещь для укоренения разных, при разных черенков. Постоянно ими пользуюсь. И все прекрасно получается. Так, еще важный момент вам хочу рассказать. Вот так сейчас черенки оставлять нельзя, потому что они у меня стояли здесь в тепличных условиях. Там было влажно. И если так их оставить, то они могут просто погибнуть. Потому что они не приучены к сухому воздуху квартиры. Я всегда делаю вот так. Когда вижу, что появились корни, пора уже открывать. Вот так открываю. И оставляю на три дня. Вот так вот с полуоткрытым верхом. Через три дня, когда черенки привыкнут к сухому воздуху квартиры, как бы закаляться получается, то я пакет полностью убираю уже. И выращиваю, как обычно. Поливаю по мере подсыхания. Обеспечиваю яркий свет. И они растут прекрасно и очень хорошо. Ну вот, дорогие мои зрители, на сегодня все. Вот так очень просто и легко с помощью зип-пакетов укоренить любые черенки практически. Желаю вам хороших цветов и хорошего настроения. До новых встреч!